Приветствую вас на канале RedCat, сегодня я для вас подготовил крутейшую игру под названием Half-Life 2 в робоксе, либо же Half-Blocks 2, можно ее еще так назвать, вы видите что разработчики этой игры назвали именно ее так в меню. Вы можете выбрать мультиплеер, либо же одиночка, ну в принципе давайте в следующий раз поиграем в мультиплеер, если вам зайдет эта игра, ну а сейчас я хочу насладиться одиночным режимом, который собственно и выбираю. Ну что ребята, графика мне очень нравится, это прям мега топовая, давайте посмотрим что будет. Ну а пока идет загрузка, вы можете зайти в мой инстаграм и подписаться на мою страничку на RedCat YouTube, ну и также не забывайте про мой крутой дискорд. Ну что ж, поехали, сейчас будет начало игры. Итак, все готово, смотрим. Ну что ж, ребята, просыпайся, мистер Фриман. Ну что ж, ребята, насколько я понял, я мистер Фриман и сейчас я попаду в то место, куда я совсем не планировал попадать. Смотрим что будет дальше. Я в Half-Life играл очень-очень давно, абсолютно не помню о чем сюжет, но то что я вижу просто бомбезно. Крутая графика, отличный дизайн, отличная озвучка. Пока просто 10 из 10 ставлю этой игре. Смотрите, текстурки прорисованы, ничего стандартного здесь нет. Смотрите, ребята, даже стекла исписаны. Так, все говорят про то, что нам нужно relocated, то есть поменять нашу локацию и куда-то переехать. Обалдеть, слушайте, это точно робоксы? Если да, то ставим просто жирный лайк создателям. Если я правильно понимаю, то всего два человека делают эту игру. Смотрите, дроны летают. Обалдеть. Я бы не удивился, если бы еще часы ходили. Обалдеть, ребята, как все круто. Это просто бомбезно все выглядит. Мне, кстати, напоминает один из вокзалов в Италии. Римский какой-нибудь вокзал. Так, смотрите, тут контроль идет. Ой. Кого-то избили. Смотрите, он не слушался, его ударил этот... Ничего себе. Как он сделан круто. Спрашивает про поезд. Что-то такое, один поезд здесь. Короче, ребята, игра супер топовая. Я просто в шоке. У меня челюсть, наверное, отпала. Если бы была камера, вы бы увидели мой шок. Насколько тут круто все выглядит. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Обалдеть. Вы знаете, на чем я себя ловлю, это то, что тут переведены диалоги, и меня это не раздражает. Я помню, я играл в Adventure, что-то travel, это кошмар. Мне так раздражало. Я пытаюсь еще слушать что-то, что они говорят. Вот. А здесь озвучка меня не раздражает, она очень качественно сделана. Все просто безумно круто. Ну и диктор, который постоянно зациклен и рассказывает про то, что добро пожаловать в город 17. Так, подождите, меня остановил охранник. Что он от меня хочет? Что делать? Так, туда меня не пускают. Ладно, пойдем сюда. Опс. Что такое? Ой, здравствуйте. Эй, ты, гражданский, идем. Это, 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 это мне. Это, наверное, ошибка. Я говорю. Я такой же, как и все, это, наверное, ошибка. Чем, чем проблема, от чем меня остановили? Ой-ой, тут у меня допрос будет, что ли? Мне нравится, мне этот стульчик. Ну, ну, я хорошо. А, пока. Да, я буду мне немного прогрессии для этого. Так, дверь какая-то открытая. Это я, Гордон, Барни, из Black Mesa. Извините за это, я должен поставить на камеру. Окей. Я работаю над коверой, с цивильной защитой. Я не могу дать слишком долго, они будут сомневаться. Я очень подошел на моих портах. Короче, он извинился за то, что нас напугало, и будут сейчас делать соединение с каким-то человеком. Так, они какие-то... Давайте послушаем. Меня зовут Гордон Фриман. Понятно. Класс. Это Барни, а меня Гордон Фриман зовут. Так, нам нужно, я так понимаю, Алекса, скорее всего, будет найти. Так, моему другу сказал, что пора уже уходить. А, меня Гордон зовут, да? Гордон. Гордон Фриман. Короче, мне надо идти в лабораторию. Окей. Так, надо быстро убегать, пока там... Короче, ребята, я так понимаю, что он меня специально сюда как-то заманил. Ребята не знают об этом, которые меня сюда пустили. И, видимо, тут какой-то уже заговор начинается. Мне нужно попасть в лабораторию, короче. А как это сделать, пока я не понимаю. Поэтому давайте, ребята... Окей, ребята, я нашел окно. И, судя по всему, мне нужно переставить как-то туда ящик. Давайте я попробую это сделать. Так, подтягиваю ящик. Слушайте, ну настолько реалистично. Молодцы, ребята. Вообще, текстурки все прорисовали. Это просто топовая игра. Очень жалко, что она еще не в полной версии. Но то, что я уже вижу, меня просто очень и очень... Ну, не шокирует, но впечатляет. Да, наверное, так. Я вам уже показывал подобные графики. NFS, к примеру, была вообще супер просто графика. Но и это, ребята, все текстурки. Все просто вылизано настолько круто, что я просто в шоке. Ставлю просто огромнейший лайк под этим видосиком. Ребята, подписываемся на мой канал, если вам нравятся подобные видео. Ну, а сейчас нас телепортируют в новую локацию. И мы будем продолжать смотреть эту прикольную игрушку. Класс. Я просто очень рад. Мне очень все нравится. Итак, мы загрузились. Так, тут закрыто, да? Да, я не могу зайти. Тут висит замок. Идем, поднимаемся. Так, открываем дверь. Вау. Ух ты, круто. Это, наверное, опять тот вокзал, судя по высоким потолкам. Так. Пришел чувак, скинул бутылку от Coca-Cola какой-то или Pepsi, короче, от какого-то напитка. И стоит, ждет. Что хочешь? Что тебе надо? Пропусти. Автомат стоит. Так, может, надо что-то с ней сделать? Давайте поднимем. Положи, говорит, типа в ведро. Хорошо, ты можешь идти. Прикольно, да? Класс. Взял, скинул бутылку, говорит, слышь ты, иди сюда и подними. Я поднял, положил, он меня пропустил. Ну, такое, да. Все как в реальной жизни. Так, ребята, здесь у нас центральный вокзал. Слушайте, в Риме, вот точно, вот по-моему в Риме, вот был точно такой же вокзал. Вот один в один, насколько я помню. Мне кажется, как-то оттуда, наверное, все прорисовывалось. Что здесь? Так, здесь закрытая дверь. Супер. Ладно, выходим из здания. И мы попадаем на центральную площадь. Обалдеть, как они все тут красиво сделали. Привет. Эй, чувак, ты не подскажешь, где лаборатория? Эй, чувак, не знаешь, где лаборатория? Парниша или девушка? Упс. Так, там охранник стоит. Куда ж надо идти? Так, там еще один сидит. Давай я к нему подойду. А не подскажете, где лаборатория? Гражданин, начальник. Так, там охранник стоит. Так, наверное, мне нужно потише тут себя вести. Клево. Смотрите, как все круто, да? Тени везде падают. Ну, вообще, я не знаю, сколько это все занимает времени, но текстура тут настолько проделана идеально, что я даже ничего не могу сказать. Так, смотрите, там какая-то комнатка, и она охраняется охранником. Так, там допрос, что там происходит. Так, лучше я не буду подходить. Там какая-то база, смотрите, какой-то типа БТР-чика стоит. Вау, клюва. Круто, да? Так, мне куда-то надо дальше. Куда? Куда? А, вот лестница. Попробую по лестнице подняться. Так, поднимаемся, спрыгиваем и идем дальше. Так, здесь еще люди. Лучше туда не пойду. О, наверное, это... Привет. Понятно. Он говорит, что дом тоже заблокирован, закрыт. Вы видите замок на нем, так что мне явно не туда. Смотрите, насколько все круто прорисовано, да? Вот эти вот детская площадка. Это все создавалось вручную в Роблоксе. Я так понимаю, нету этих стандартных вещей. Вау. Так, мне, наверное, сюда. Класс. А это что? Нет. Просто мусор. Короче, ребята, идем дальше в лабораторию. Все. О, нет. К сожалению, ребята, я увидел надпись о том, что это все, что они сделали пока что. Поэтому дальше еще в разработке. Но то, что я уже увидел, меня очень вдохновило. Я буду, конечно же, следить за этой игрой. Поставлю огромный жирный лайк под этим плейсиком для того, чтобы разработчики его как можно скорее закончили. Очень жалко. Мне кажется, что нужно было бы им сделать, наверное, платную эту игру, чтобы зарабатывать хотя бы какие-то деньги на ней. Потому что очень много усилий, много таланта вложено в эту игру. И мне кажется, это должно быть оправдано. За это должно, ну, как бы, какая-то быть награда. Ребята должны получать какие-то деньги за это, чтобы продолжать игру, нанимать каких-то других людей. Короче, ребята, здесь есть консоль. Вы можете ее открыть. Тут есть какие-то команды, которые вы можете попробовать, поиспользовать и посмотреть, что из этого получится. Если хотите, все это можем сделать в следующем видео. Ну, а пока я с вами буду прощаться. Я надеюсь, что вам тоже понравилась, как и мне, эта игруха. И поставьте огромный жирный лайк, чтобы я тоже об этом узнал. Ну что ж, ребята, если хотите продолжения, мы поиграем еще в следующий мультиплеер-мод и посмотрим, что дает эта консоль, но уже в следующем видосике. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока!